Всем привет, с вами Янгер и вы на моем ютуб канале. Боже, как я давно не говорил эту фразу. Честно говоря, последний ролик у меня на канале выходил два года назад, но недавно наступил миллион подписчиков на моем ютуб канале и я думаю самое время, чтобы вернуться и начать снимать сюда видео. Поэтому можете писать в комментариях, какие видео вы хотите от меня увидеть. А сегодня мы возвращаемся с... Да я ей говорит, кто разучился. В тиктоке надо было просто рот открывать под звуки. И сегодня мы возвращаемся с видео 24 часа челлендж. Нет, как-то по-другому подойти. 24 часа игнорирую свою девушку. Если ты уже смотришь это видео, не забудь поставить лайк и подписаться, чтобы красная кнопочка поменялась. Как там говорится, сколько я не снимал. Чтобы красная кнопочка... Блин, не так. Если ты смотришь это видео, не забудь поставить лайк и сделай красную кнопочку подписаться серой. По-моему, так. Суть этого ролика очень простая. Моя девушка сейчас на учебе, она совсем скоро вернется, и она не знает, что я собирался снимать какой-то ролик. Я поставлю скрытые камеры по всей квартире. Все, что мне нужно будет здесь делать, это молчать. Если я заговорю, то я проиграл. Ну что, давайте посмотрим, что еще там... Проснись, тряпка, что с тобой стало? Что значит не люблю? Давайте расставлять скрытые камеры по дому. Первый телефон у нас прячется вот так вот. Ну, ладно, это здесь вы знаете, что телефон прячется. А давайте отойдем, 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 отойдем. И вообще ни хрена не понятно. Я всю жизнь, когда меня родители оставляли одного дома, боялся, что где-то сидит скрытая камера и за мной следят. Если я сейчас что-то сделаю, об этом по-любому узнают. Ставь лайк, если у тебя был такой же страх. Ну, или ты до сих пор боишься, когда остаешься один. Следующая камера будет стоять на кухне. Так. Ну, короче, смотрите, вот. Да вообще она незаметна. Я взял другую камеру, чтобы подснять, как я ставлю эту. Ну, на самом деле, наверное, я придуриваюсь, я просто знаю, что там камера. Вот, отсюда. Даже если приближать. Вообще не видно. Еще один телефон нужно поставить вот здесь вот, получается. Чтобы он снимал все, что происходит. Вот так. Вы отреагировали, если бы над вами сделали такой пранк, ваша вторая половинка. Думаю, она минут через 10-15 уже вернется и посмотрим, что-то как. Я ее никогда не игнорировал. Она вообще не любит, если с ней не общаются, поэтому мне реально страшно. Поставьте, пожалуйста, лайк за то, что мы можем расстаться из-за этого ролика. Приступаем к челленджу. Короче, все камеры расставлены. Я так понимаю, она уже поднимается. Я сейчас буду сидеть просто в ноутбуке и не обращать на нее внимания. Посмотрю, что из этого выйдет. Леш. Ты меня отвечаешь? Леш. Леш. Ау. Это приколку моет, Леш. А что ты посуду в посудомойку не засунул? Леш. Я с тобой разговариваю. Как вообще не разговариваю? Что это за случилось? Я шапку купила. На твои деньги. С твоей картой. На 7000. Леш. Может, я сейчас сама одежу. Леш, может, ты поговоришь со мной? Может, мы поедим? Я голодная. Бери посуду, пожалуйста, посудомойку. Ау. Ау. Что мы на Новый год будем делать? Что ты смеешься и не разговариваешь? Леш, если ты не начнешь разговаривать, я уеду. Я соберу свою вещь и уеду. Можно мне объяснить, а мне тебя нет? Если ты мне не ответишь, я возьму твою карту и приду тратить деньги. Окей. Что вы выбрали? Ай, дай карту, Леш. Так, по-моему, она пошла мыться. Короче, ситуация такая. Она чуть не забрала мою карту. Повезло, что она не знала от нее пароль. Она сейчас пошла в душ. Что дальше? Что делать типа дальше? И когда нужно остановиться? Просто если бы меня игнорировали, я бы охренел. Если бы вас игнорировал какой-то дорогой человек вам. Что бы вы делали? Напишите прямо сейчас в комментариях. Ну, на самом деле, мне интересно, что она думает. Типа, я с ней не разговариваю, просто сижу. Такого никогда нет. Обычно я постоянно, постоянно говорю. Если мы расстанемся, первые об этом узнают те, кто подписан на мой телеграм-канал. Поэтому всех ждут. Как только на этом видео наберется 5000 лайков, сразу выходит следующее видео. Выключился звук, там выключился. Ой, не звук, там выключился. Да, походу, достирал. Так вот, разомнится. Ну что, дальше просим на нее сговорить? Да, это вообще-то сок, я сама тебе не беру. Что, поможешь, хотя бы? Леш, ты нормальный? Она с собой расслабляет, и сок, я не беру. Она с собой расслабляет, и сок, я не беру. Леш! Нравится? Мне тоже не нравится. Начнешь со мной разговаривать? Какой раз ты там за кетчеву сходишь? Блин, наверное, я замалился. Не себе хватит. Китчерес. Ну, Леша вообще не разговаривает. Просто игнор. Говорила, говорила уже. Надо его вонить нахрен. Она какая-то ненормальная. Зачем было на меня выливать кетчуп и майонез? При том, что когда просил её снять видео, что я случайно выдавливаю кетчуп, а из него так много вылетает, и я весь стою в нём. Она такая, нет, нельзя такое снимать, потому что в квартире потом ты убираться будешь. Мне кажется, пора. Пора заканчивать. Ты до сих пор не собираешься с ней разговаривать? Ты делаешься про свою вещь и выдаёшь? И на это наши отношения закончатся. Леша, ты слышишь? Да. По-моему, это тот момент, когда всё ушло из-под контроля, она уже реально собирает вещи, потому что я зашёл, а там улежал чемодан. Она, по-моему, реально ушла. И это не совсем смешно. Ну реально, всё. Похоже, пранк вышел из-под контроля, потому что она реально просто ушла. Она вылила на меня кетчуп, майонез. Да чего только там не было? Почему вначале я так и думал, что этим и закончится? Короче, она ушла. Сейчас я тогда буду звонить и говорить, что всё это пранк. Но я не ожидал всего этого. Честно говоря, мне кажется, это для меня было даже сложнее, чем для неё, потому что мне постоянно хотелось общаться. Не знаю, как люди могут так долго не общаться. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Напишите в комментариях, какие видео вы ещё хотите видеть на моём канале. Только набираем здесь 5000 лайков, выходит сразу следующее видео. Спасибо, что смотрел. Если тебе понравилось, я пошёл восстанавливать свою личную жизнь. Всё, всем пока!